Сегодня 14 ноября. Начинаю укрытие виноградника. Перед укрытием обработаю его железным купоросом. Разложу купорос в баночке теплой водички, потому что распоряется не сразу. Затем у меня такой опрыскиватель электрический. Вот такая вот обрезка комбинированная, где на 3 сучка я оставил многолетнюю грязь. Посмотрим, какой способ лучше. В дальнейшем буду использовать вот такую обрезку и просто накладываю стрелку. Потому что не знаю, какие сорта плодоносят. Не все сорта плодоносят, не на всех сортах винограда. Они плодоносят с первых трех почек. То есть, а вот какие не плодоносят, это я хочу узнать. Так вот обрабатываю и, я думаю, заодно и землю чуть-чуть дезинфицирую. Между рядами. Опрыскиватель электрический. Конечно, по мне так просто шикарно. У меня до этого моральнекс был. Думал, что хороший опрыскиватель, но после моральнекса, вот этот электрический, у меня на него обзор есть где-то в моих видео. Вообще, у него несколько распылителей. У него есть, можно регулировать напор. То есть, можно слабее, можно сильнее делать напор. Конечно, классная вещь. Не жалею, что купил. Ну, предусмотрение, еще есть электрический. В этом году я его так и не использовал. Ну, в следующем году будем использовать электрический тушь. Это когда уже много листвы, чтобы пробить прям весь ряд. Хорошо опрыскать, то будем электрический. Ну, вот так вот иду, обрабатываю. Междурядья я закультивировал. Для чего? Чтобы легче было лопатой работать. Сейчас будем укрывать. У меня два помощника. Я буду укладывать на землю. А помощники с двух сторон будут лопатами закапывать. Также еще попробую. Ну, не попробую. Я в том году укрывал шифером. Ну, и шифером во дворе. У меня там кустики. Во дворе укрою шифером. Потому что я в прошлом году ложил. Вообще отлично себя показал. Лоза сухая. Не вымерзла. Все целое было. Хорошо. И в этом году. Вот шифер тоже, в принципе, не так просто. Да, таскать его. Ложить. Его тоже надо края засыпать. Во дворе там не хочу копать сильно землю. Я просто шифер положу. Края чуть-чуть просыпнемся. Вот такая вот у меня формировка. Это вот кустикам два года. Вот эти. Первый год они в этом году отмладоносили, в принципе, нормально. Ну, я считаю, что это благодаря тому, что хорошие ямы выкопаны были трактором. Сразу были поставлены у меня шпанеры. То есть он уже начал расти не на колышках там на всяких, а начал расти уже как положено на шпанере. И плюс в каждую яму я закладывал при посадке по два ведра навоза перегноя коровьего. По где-то банке метровой золы насыпал. И плюс соседнее удобрение. То есть все микроэлементы, которые необходимы, уже в яме были. Я думаю, поэтому это хорошо рос. И плюс ямы трактором выкопаны были ковшом 150 ям. Тоже, я считаю, немаловажно. То есть корням было вообще шикарно расти во все стороны. Корневая, я думаю, тут нормальная. За счет корневой виноград в основном питается. Так, ну ладно, сейчас продолжим уже с укрытием. Сейчас выключу. Так, укрытие проводим вот таким способом. Пришпиливаем куст левами. Прижимаем к земле и засыпаем землей. Потом, когда землю накидали, вилы вынаем и лоза уже под землей спрятана. Вот такое получается. 220 кустиков, я думаю, за день закопаем.